В 1918 году силами греческой общины в Евпатории был возведен и освящен храм святого пророка Божия Ильи. Автором проекта стал городской архитектор Генрих. Храм построен в греко-византийском стиле в плане в виде креста. Украшают здания, струйные арки и окна с витражами. Устремленный ввысь храм выглядит торжественно и внушительно. Главный вход оформлен в виде арки, опирающейся на две полуколонны. После революции церковь продолжала оставаться действующей, так как ее прихожане были греческими подданными. Но в 1922 году советская власть издала декрет об изъятии церковных ценностей. В 1936 году колокольный звон был объявлен неприемлемым явлением и запрещен. Настоятеля арестовали, а здание передали комитету физкультуры и спорта. Церковь возродилась лишь во время фашистской оккупации. В 1942 году там возобновились богослужения. После войны в храме был проведен капитальный ремонт, а в начале 60-х годов евпаторийские художники выполнили в нем четыре фрески «Рождество», «Крещение», «Распятие» и «Вознесение». В 1962 году из-за аварийного состояния колокольни высотой 42 метра церковь вновь закрывают и до 1985 года здание продолжают использовать как спортивный зал. В 1984 году его признают памятником архитектуры и берут на государственный учет. В это же время принимается решение о его реконструкции под зал органной музыки. И только в 1989 году, после многочисленных обращений во все инстанции, церковь была передана религиозное общение. Реконструкция храма длилась много лет. В 90-х годах прошлого столетия проведены были основные строительные работы. В 2001 году закончено строительство разрушенной колокольни. Заказаны в Почаеве, изготовлены иконы и иконостас. Также почаевскими художниками иконописцами расписаны стены, колокола, которые украшают храм, изготовленные в Воронеже. Сейчас в обновленном храме, который полностью преобразился, после реконструкции царит особая атмосфера покоя и умиротворения. Путешествие по старой части Евпатории погружает в атмосферу подлинного Средневековья и город, который много лет хранит свой неповторимый колорит, достоин того, чтобы побывать в нем, побродить по-замысловатому, как арабская вязь лабиринта узких улочек, и почувствовать его неповторимое и неизменное обаяние.